Всем добрый день! Сегодня мы приглашаем вас на литературный обед. Я думаю, вы согласитесь со мной, что иногда простые вопросы ставят нас просто в тупик. Например, что означает простые слова, которыми мы пользуемся каждый день и обозначает разное время приема еды. В данном случае возьмем слово «обед». В словаре сказано, что оно произошло от слова «объедаться». Это слово встречается практически во всех славянских языках и обозначает «сытный прием пищи». Да, и это верно. Весь ни один прием пищи, как обед, не включает в себя первое, второе, третье и даже четвертое блюдо. Обед имеет у разных народов единый срок принятия пищи. В основном это полдень, середина дня. Во многих семьях до сих пор существует традиция собираться в выходной день на обед. Мам, у меня курица убежала. Куда убежала? Как убежала? Да из бульона, иди посмотри. Да ты что? Фу ты, напугал меня. Я-то думала, как у Виктора Драгунского в рассказе «Куриный бульон». Там курица убежала. Мама принесла из магазина курицу, большую, синеватую, с длинными костлявыми ногами. На голове у курицы был большой красный гребешок. Мама повесила ее за окно и сказала, если папа придет раньше, пусть сварит. Легко сказать «свари». Сварить можно. Сварить – это ерунда. Вопрос, в каком виде нам ее есть? Из курицы можно приготовить не меньше сотни чудесных питательных блюд. Можно сварить курицу с лапшой. А можно придавить ее утюгом, облить чесноком и получится, как в Грузии, цыпленок табака. Можно, наконец? «Пап, да ты свари что-нибудь простое, без утюгов. Что-нибудь, понимаешь, самое быстрое. Что же можно сварить побыстрее?» Ответ простой и ясный. Бульон. «А чего тут уметь-то?» У папы даже заблестели глаза. «Бульон – это проще паренной репы. Положи воду и жди, когда сварится. Вот и вся премудрость. Решено. Мы будем варить бульон. И очень скоро у нас будет обед». Дениска протянул ему курицу, но он не успел ее взять. Как вдруг она выпрыгнула у него из рук и ускакала под самый дальний шкафчик. Но папа не растерялся и сказал «Подай швабру». И когда я подал, папа стал шваброй выгребать из-под шкафа все. Но сначала оттуда выгреб старую мышеловку, потом моего прошлогоднего оловянного солдатика. Потом папа вытащил наконец курицу. Она была вся в пыли, а папа был весь красный. Но он ухватил ее за лапку и поволок опять под кран. И сказал «Ну теперь держись, синяя птица». Да уж, веселая история. Я представляю, если бы курица могла говорить, что бы она рассказала о своем приключении в квартире. Пойду посмотрю, как там наша курица. Иди. Мам, и чем же закончился этот рассказ? Пришла мама и приготовила вкусный куриный бульон. Да, вы мне с бабушкой все время говорите, без первого обеда не обед. И когда я болел, вы мне тоже давали куриный бульон. Он что, такой полезный? Ты знаешь, куриный бульон обладает целебными свойствами. Его дают людям, которые болеют. В этом бульоне много витаминов, и человек быстро поправляется. Мам, а какие еще первые блюда есть? У некоторых стран и народов первые блюда стали их визитными карточками. Русские щи, украинский борщ, грузинский суп харчо, французский, луковый суп и многие другие. Вообще, на сегодняшний день в мире существует около 150 разновидностей супов. Они бывают горячими, холодными, рыбными и даже молочными. И раз в мире существует такое их разнообразие, значит, они не только нужны и важны, но и полезны. Ну что, пошли посмотрим, как там наш куриный бульон. Пойдем. Ммм, как вкусно пахнет. В бульон можно добавить в вареное яйцо и зелень. Всем приятного аппетита! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!